Хватит! Разве нет здесь хоть одного моего раба, который бы услышал мой голос? Ради Аллаха, вытащите меня. Помогите мне. Умоляю вас, хватит. Ради Аллаха, прошу. Вытащите меня отсюда, умоляю вас. Довольно. Довольно. Умоляю вас, вытащите меня отсюда. Ради Аллаха, вытащите. Умоляю, вытащите меня. Умоляю. Умоляю, вытащите меня отсюда. Откройте дверь, умоляю вас. Аги, Аги, умоляю вас, Аги. Я очень боюсь. Умоляю, откройте Аги. Разве нет здесь хоть одного моего раба, который бы услышал мой голос? Ради Аллаха, вытащите меня. Откройте, умоляю. Аги, Аги, умоляю вас, Аги. Разве нет здесь хоть одного моего раба, кто бы помог мне, Аги? Аги, ведь я вас кормил. Ради Аллаха, вытащите меня отсюда. Умоляю, вытащите меня. Помогите мне. Ради Аллаха, вытащите меня отсюда. Умоляю, вытащите, умоляю вас. Хватит, я больше не могу. Не могу больше этого носить. Умоляю вас, вытащите меня отсюда. Умоляю. Аги, умоляю вас, хватит. Вытащите меня. Хватит. Я вас умоляю, откройте дверь. Аги. Аги, это ведь я давал вам хлеб. Умоляю, откройте дверь. Хватит. 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 Аги, откройте дверь. Умоляю вас, откройте дверь. Аги, это ведь я давал вам хлеб. Умоляю вас. Аги, умоляю вас, откройте дверь. Ибрагим! Атике! Атике, это ты? Я, я, брат мой. Я пришла спасти тебя. Я вытащу тебя отсюда. Ты выйдешь отсюда. Я знал. Я знал, Атике. Да будет Аллах мне свидетелем. Я знал, что ты придёшь. Ты думал, я позволю им тебя здесь заточить? Ибрагим, сейчас придут Аги и взломают дверь. Только ты не бойся. Я не боюсь. Пусть ломают. Давай. Быстрее, быстрее. Атике? Нет, нет, оставь его. Оставь его. Нет. Пусти. Пусти. Что ты делаешь, Атике? Ты рассудок потеряла? Я делаю то, что надо, Валиде. Я вытащу отсюда Ибрагима. Ты не сможешь сделать это в соответствии с договором. Договор тут ни при чём, Валиде. Это ты сделала. Как ты могла закрыть глаза? Как могла согласиться? За этой дверью стоит не твой враг, а твой сын. Твой сын, Ибрагим. Я сделаю это, чтобы сохранить порядок. Твой порядок – это не что иное, как жажда власти. Жаль. Она запеленала твои глаза. Ты даже своего сына не видишь. Уведи её в покое. Она больше никогда из них не выйдет. Ты можешь заставить меня замолчать, но твоя совесть... Как ты её заставишь замолчать? Как ты заставишь её молчать? Однажды Ибрагим выйдет отсюда и снова сядет на трон, который ты захватила. И тогда мы первым делом издадим указ о твоей казни. Первым делом убьём тебя. Девушки отдыхают. Я сделаю всё, всё, что ты скажешь. Валиде, только вытащи меня отсюда, Валиде. Валиде, как мать может так поступить со своим ребёнком? Разве я не твой сын? Почему ты оставляешь меня здесь? Валиде, умоляю, вытащи меня. Даже брат Мурат так меня не мучил. Умоляю, вытащи меня. Вытащи. Отведи меня хотя бы в кафес. Валиде, отведи меня в кафес. Я очень боюсь. Валиде, умоляю тебя. Я боюсь темноты. Валиде. Валиде, кинжалы. В мою голову вонзаются кинжалы. Умоляю, помоги мне. Умоляю, Валиде. Умоляю. Умоляю, вытащи меня отсюда. Умоляю, хватит. Хватит, Валиде. Умоляю, вытащи. Хватит. Валиде, умоляю. Клянусь, мне тут очень-очень страшно. Валиде, разве я не твой сын? Почему ты оставляешь меня здесь? Я сделаю все, что ты хочешь. Умоляю. Умоляю, вытащи меня отсюда. Умоляю, Валиде. Аги. Аги. Валиде. Аги. Падишаха свергли с трона и положили заживо в могилу. Крики султана и Баргима слышны даже через ворота дворца. Стража! Это карета Кашам Султан! Подходите! Вы тоже подходите? Кашам Султан едет. Это карета Кашам Султан. Кашам Султан едет. Кашам Султан едет. Это же Кашам Султан. Кашам Султан. Кашам Султан ведь обещала. Мы не согласны на это, Кёсэм, султан. Мы против этого, султанша. Почему султан Ибрагим находится в заперти? Вытащите его, султанша. Вытащите. Эй, невоспитанные, стойте смирно. Султанша, государственные основники здесь. Они ждут вашего прихода. Вы настаивали на совещании. Пусть каждый вытащит свой камень из-за пазухи. Вы знаете обо всем, султанша. Народ обеспокоен тем, что султана Ибрагима заперли. Да так, что торговцы сегодня встали на ноги. А 10 дней назад они сделали то же самое, потому что он был на троне. Нельзя делать дела, идя на поводу народа. Если бы только это были торговцы-ремесленники, сипахи тоже беспокоены. Они доверяют этике султану. Они могут готовить восстание. Атике сейчас находится в заперти в своих покоях. Если сипахи и доверяли ей, то пусть больше не доверяют. А если они создадут другой союз? Кирплю Паша, Севуш Паша. В чем причина вашей настойчивости? Подходите к сути. Хотите, чтобы я поверила словам слабаков, которые прячутся за юбкой Турхан-Султан и убила своего сына? Этого вы хотите? К тому же я потеряла свое доверие к вам. Почему я должна вам доверять? Моя могущественная султанша, если вы нам не доверяете, послушайте Софу Мехмеда Пашу. К сожалению, султанша, новости совсем неутешительные. Анатолия словно котел, который кипит. Если огонь попадет и туда, те, кто недоволен положением, в охоте за своей выгодой могут поднять большое восстание. И тогда никто не может знать, как это все вернется для нас. С какой бы стороны мы ни смотрели, вас ждет сложное решение, султанша. Моё решение окончательное, Купрюля Паша. К тому же по шариату недопустима казнь султана, который восседал на троне. Но, Валиде Султан, если мы будем ворожить прошлое, многое что может всплыть. К тому же мы, как духовенство, собрались все вместе и обсудили ситуацию. Мы задали вопрос шейху или исламе в дурахме и офенде. Прошу. Это его фитва. Вопрос. Допустима ли и возможно ли казнь Падишаха, который не заботится о должностях духовенства и солдат, и продает должности за взятки сомнительным людям, которые наносят вред установленному порядку? В ответ? Да. Субтитры подогнал «Симон» Куда направляется эта карета? В Бурсу едем, ага Там мое личное, запретное, чужих глаз Хатун! Выходи из кареты Мы торопимся Не преграждай нам путь Не вмешивайся, Хатун, выходи, я сказал Что находится в этих каретах? Я торговец, везу товар Там ткань, украшения Сундуки полны тканей Ну-ка, вытащите все Значит, торговец? А что это такое? Возьми, ага Пусть все будет твое Дай нам продолжить путь, а? Джин Джи Хюсейн Эфенди Значит, ты хотел таким образом сбежать, да? Еще и не стыдно предлагать взятки Думал, что продамся тебе за пять монет? А-а-а Значит, тебе мало Тогда... Тогда возьми это Да, возьми Возьми все это Забери все сундуки Пусть все будет твое Только Дай мне уйти, а? Давай же Я и раньше проходила через эти дороги Тонула в тех же вопросах Но я снова оказалась там, откуда сбежала Султан Мурадхан Вы до сих пор чувствуете себя виноватой? Да Как я справлюсь с новым грузом? Когда еще не успела сбросить прошлый? Как я могу согласиться на казнь Ибрагима, Киманкеш? О, Аллах, помоги мне Очевидно, что это не просто султанша И состояние султана Ибрагима сейчас очень тяжелое Вдалеке от торжественных дней В темной комнате Он проживает свой ад в этом мире Он так сильно ноет и кричит по ночам, что все жители дворца страдают вместе с ним Никто больше не может это выносить Никто султанша Что ты такое говоришь, Киманкеш? Ты хочешь, чтобы я одобрила смерть своего сына? Я просто говорю Чтобы вы положили тому конец султанша Положите конец и своей боли, и его боли Султан Ибрагим обязательно должен выйти из этой дыры Он должен либо снова сесть на трон Либо же умереть Выбор За вами Мой отец, султан Ибрагим хан С помощью некоторых своих сторонников Занимается разведением интриг и нанесением вреда С целью ограничения народа от вреда с его стороны Для государства и религии стало необходимым Принять решение и отправить его в мир иной В соответствии с моим приказом Пусть его тело будет убрано далеко от людских глаз Дабы потушить огонь, который наносит вред государству И народу Отец обязательно должен умереть в Алиде Пусть он живет Я бы тоже не хотела, чтобы все так было Но что поделать, если судьба вынудила нас сделать это? Субтитры сделал DimaTorzok Хюсейн Паша Я годами хотел задать этот вопрос Но было суждено только сегодня Простите мне мое любопытство Почему тебя называют сумасшедшим, а? К тому же ты... Ты очень умный человек Машаллах Мое сумасшествие нет у Маджинджи От храбрости И еще От силы Ай, Машаллах Ладно, это... У меня... У меня к тебе есть парочка слов Мое новое... Новое предложение И какое же? Золото, которое они у меня нашли Это мелочь Моя настоящая казна Захоронена Если бы... Если бы ты только ее видел Но... Ты отпусти меня Дай мне уйти Входи, Паша Входи Кем он кешь? У Джинджи Хаджи Великолепное предложение Если я его отпущу Он скажет нам Где находится его тайная сокровищница Кем он кешь, Паша Ее... Хватит вам обоим Много золота Сотни Тысячи украшений Драгоценных подарков И все вам Ты неверный Ты годами Обдирал государство как лук Чьи деньги кому ты предлагаешь? Мое золото Этот неверный до сих пор говорит о своем золоте Умоляю, Паши Я сделал это, но делать это и вы К тому же в нашей религии Ты только сейчас вспомнил о нашей религии Ты неверный Ты внес разлад между сыном и матерью Годами ты пил кровь невинных, как кровопийца Хотя бы Ты помоги мне, Хюсен Паша Ты только и делал, что пугал народ Говоря, что поговоришь со своими джинами И натравишь их на людей Должности получали за деньги Взяточничество заметно расцвело А самое важное Ты заставил султана Ибрагима Свернуть с правильной дороги И привел его к трагедии Кем он кеш, Паша Прости меня Сейчас время для наказания Кюсен Султан Передает привет Субтитры создавал DimaTorzok